Честный обзор отелей с Аллы Глыва директором агентства горящих путевок турбар сейчас говорим про отель сиера здравствуйте для присоединившихся говорим про сиера ну причин очень много почему отеля я думаю не новые точно на слуху для тех кто собирается в египет или летали отель в шарме в чем прелесть находится прямо на soho square очень многие туристы люби любили любят отель совой который там но он дороже это вторая линия от совое прелесть отеля в том что первое на том же сухо второе вся инфраструктура которая отеля совой потому что они ходят на пляж отеля совой принципе там бассейн и территория она им доступна никто вас выгонять не будет естественно потому что вы как минимум принадлежите второй линии той же сетки поэтому пляж здесь точно так же как и в совое хорошие красивые кораллы вот конечно же он часто достаточно забит потому что туда сходится два отеля но тем не менее многие выбирают гостиницу эту не только по местонахождение а еще и потому что во первых она большая несмотря на то что это четыре звезды гостиница действительно огромная да что ж такое мне в смольные сегодня утром действительно гостиница хорошая очень насыщена анимация питания вот именно своими ресторанами отель очень гордится несмотря на то что кстати обозвала четверкой но была четверка вот сейчас вот я смотрю что она пятерка да она уже 54 было давно и как-то привыкла что в шарме очень много гостиниц которые первая линия 5 2 4 1 5 3 4 до сера уже давно пятерка и действительно она заслуживает своих звезд про питание я говорила здесь очень много ресторанов и май тай и луксор и там повара вот прям поваров чуть ли не пойменно знают потому что они стараются есть там от шеф как от шеф повара блюда и это всегда вкусно это всегда извините я в эфире ну правда ну хватит сори обязательно перезвоню ваши звонки ваши комментарии но к сожалению пока мы в эфире мы не можем отвечать у нас еще 10 минуток а сейчас говорим про сиерру да говорим про сиерру отдельно хотелось бы сказать про инфраструктуру помимо того что на самой территории понятное дело есть там тренажерные залы спа рестор много ресторанов и есть понятное дело бары джакузи то есть много чего могу перечислять есть в перечне где тоже можно пользоваться ну понятное дело с дополнительную оплату но со скидкой тут же боулинг тот же каток и все остальное что есть на частично на сухо сквер поэтому если читать перечень того чем вы можете заняться отдыхая в этом отеле то это конечно немало дискотека есть и в отеле дискотек полно и в сухо рядом вот сейчас как раз на экране детская скажем так детская мини-площадка для деток здесь тоже есть скуби-дуй детский клуб 4 до 12 лет есть и няня если нужно по запросу мы можем точно также запрашивать детские кроватки если нужны детское меню тоже да причем такое меню что можно вот даже попросить если вы что-то хотите идут на уступ ну как бы навстречу точнее и готовят вам еду что еще есть большой экран с мультиками это если мы говорим о детским о том чем заняться деткам но и в принципе отзывы про гостиницу в основном только хорошие вот я даже в интернете рылась буквально перед эфиром я не нашла ничего ну ничего такого чтобы вот могло сказать нет опять-таки если бы эта гостиница стоила допустим там баснословных денег я понимаю то есть могли бы быть какие-то вопросы если переходить к стоимости в этот отель мне по-моему тоже на начало февраля девочки прислали то получается что 1071 доллар это два взрослых и один ребенок до на ул инклюзиве но мне кажется это шикарное сочетание цены и качества если вам не принципиально что отель находится через дорогу вообще по поводу вот второй линии есть трансфер по моему есть я хотел сказать помимо того что трансфер у меня вообще есть такой комментарий по поводу второй линии я буквально причем недавно за столько лет работы в туризме да только недавно перевернула свое мнение насчет этого потому что я жила в большущем отеле с ребенком где без шаттла я до пляжа все равно не добиралась соответственно у людей которым подходит там все скажем так в самом да в самой гостинице и смущает только вторая линия что далеко ходить уважаемые туристы вы все равно если это огромная территория отеля и вы живете допустим где-то у рецепшен и нужно дойти до пляжа это достаточно жарко например в сезон естественно и действительно далековато вы все равно пользуетесь шаттл басом которые как правило есть в отелях с большими территориями поэтому если вам подходит гостиница по бюджету и по всем параметрам которые находятся на второй линии не откидывайте ее во первых потому что вы не бегаете скажем так часто там допустим куда в номер или еще куда то есть как проходит день на отдыхе вы позавтракали уехали нам дошли уехали на море неважно до обеда вы на море есть туристы которые кушают прямо у бара где есть перекусы там гамбургеры фри пицца смотря как в каком отеле либо вы идете в основной ресторан после обеда жарко очень часто но если мы говорим про сейчас например это в принципе в 4 уже никто не сидит на пляже потому что уже становится прохладно начинает садиться солнце соответственно обед идет там где-то часу до двух до трех как покушает и и как правило после обеда уже никто не идет на море остается на бассейне да то есть как бы соответственно это вот проблема того добраться на море и обратно она только в голове вы знаете во сколько ездит шаттел вас даже ну там допустим он ездит каждых там 15 или 30 минут зависимости от отеля или зависимости от загрузки отеля это тоже еще влияет допустим он ходит но вот сиера она всегда хорошо загружена неважно сезон или не сезон соответственно я думаю что минимум там каждых 15-20 минут шаттел может ходить соответственно если вы даже пропустили один но посидите рядом на баре выпейте что-нибудь прохладное какой-нибудь или коктейль там ребенку сок все что угодно и поехали на море обратно точно так же я не вижу в этом проблемы это действительно как убирает просто кучу момента в выборе потому что действительно есть очень часто возражение нет вторая линия мы не хотим хотя в самом отеле все подходит а допустим остальные или дороже или нет мест или чего-то не то что хотелось бы клиентам поэтому скажем так рекомендую однозначно отель сиера не обращайте не акцентируйте внимание на то что это вторая линия потому что плюсы которые есть гостиницы они намного важнее еще раз местонахождение в сохо хороший пляж на территории отеля совой соответственно если вам мало 90 или сколько здесь тысяч квадратных метров у вас еще и совой который точно не меньше соответственно есть где гулять и пофотографироваться в течение дня и питание кстати опять таки как уже проговорила не только в аля картах но и в основном ресторане достаточно хорошие разнообразные есть рыба мясо несколько видов бывают креветки иногда осьминоги там микс как они называют морской микс это вот морской коктейль короче говоря вот которая тоже предлагается гостям и ну и детям тоже есть что выбрать поэтому здесь опять-таки мега большая инфраструктура что то есть платное что-то за дополнительную плату но если говорить о том что за дополнительную плату во многих отелях например вы не можете погулять в бой там в боллинг или не знаю покататься на коньках лошадях и тому подобное здесь у вас есть это все есть под боком это все есть на сухо поэтому сиера да цена на нее сейчас волшебно звоните запрашивайте с удовольствием правильно кстати спасибо огромное хотелось бы сказать я наверное еще не говорила этого эфире за доверие потому что непривычно но когда другие города звонят бронируют они же не могут приехать посмотреть где там офис просто вот посмотрели на ю тубе доверили перечислили деньги слетали и у меня уже есть повторные поездки так что спасибо огромное уважаемые туристы за доверие наше время сегодня истекло так что до следующих эфиров